Здравствуйте! С вами снова я и Финляндия. Сегодня 9 мая, и я, как и все блогеры, хочу вас поздравить с этим праздником и пожелать вам счастья, здоровья, чистого неба. Пусть это будут избитые фразы, но это от души. Да, действительно, я вам желаю этого. Особенно Украине и России. И подумайте, в конце концов, живите дружно, мирно. Не губите своих детей. Вы знаете, о чем я говорю. Но я уже много раз говорила, что мой канал не политический. Просто сегодня такой день, что нужно сказать и об этом. Сколько людей погибло и сколько еще может погибнуть на Донбассе, если все не придет в норму. Вот такие дела. Хочу сказать, что в моей семье никто не воевал, прям близкий к моих родственникам, никто не воевал. Потому что моего папы, папа, то есть мой дедушка, в 1938 году был репрессирован, в 1939 году был расстреливан, как враг народа. И только в 1956 году после смерти Сталина бабушка получила письмо, в котором было написано, что он реабилитирован посмертно. А забрали его по той причине, что он, я же говорила, бабушкина семья баптисты, дедушка тоже был баптистом. Он читал Библию в клубе, они жили в Запорожской области, читал Библию в клубе. Тогда мало людей было грамотных, он был грамотный. И вот за это его и забрали, как бы. За пропаганду такую, как враг народа. Папе моему было тогда, на то время, 11 лет, папиной средней сестре, 13 и старшей 15. То есть никто не воевал. А вот мамины, с маминой стороны, мамин старший брат, Феодосий его звали, он прошел до Берлина, всю войну прошел до Берлина, вернулся с осколочными ранениями в позвоночник. Но он еще много-много лет прожил после этого и умер в довольно-таки почтенном возрасте, почти в 90 лет. Дедушка с маминой стороны, папа, тоже не воевал, так как был сослан на Соловки, тоже был репрессирован, когда война началась, вернулся на Украину. Но не воевал, потому что уже был и больной, и уже возраст у него не подходил под призыв. Вот. И мамина старшая сестра, Паша мы ее звали, а вообще она Просковья, она была трижды угнана в Германию и трижды возвращалась. Последний раз вернулась уже с территории Польши. Вот. Увозили молодых девочек и молодых ребят на работу в Германии. Первый раз она где-то за Днепропетровском убежала, стоял на вагон, ну, на доцепке или на расцепке, там стоял, короче. Они убежали вдвоем с подругой с одного села. Они вот. Второй раз где-то уже на Западной Украине. И третий раз уже на территории Польши, когда замедлял, там же, ну, вы знаете, в Украине и в России и в Европе разные, разная колея. В Европе уже колея. И вот когда уже меняли колею, стоял где-то в отстойнике этот теплушка, или как эти назывались, вагоны заколоченные, вот, и закрытые с улицы, с улицы, то есть вылезть никак не... Они в полу отрывали доски, и вот уже вагон начал двигаться, поезд начал двигаться, и они вот потихонечку сползали туда. Три человека их тоже ушло таким путем. Вот они сползали, поезд идет, и они вот прям распластались между рельсами и лежали там, пока поезд пройдет. И потом по лесам, по Западной Украине, и пешком-пешком добирались и добрались к себе на АТСВ. в Запорожье. Вот такие дела. Так что ни дедушка, ни с одной стороны, ни с другой у меня не воевали. Вот такие дела. Так что вот такой вот светлый праздник, День Победы. Всем желаю счастья, всем здоровья желаю, всем всего хорошего в этот хороший солнечный день. У нас сегодня очень хороший день. Торжественный, так скажем. На этом все. Сейчас хочу еще вам одно видео снять. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok